да аккуратненько сбоку где-нибудь нет я думал на эту землю а это вот просто так положите а потом их также в таком же а сюда просто землю уже рядом да вот как они были отлично так маш давай быстрее да давай вынимай это до тряпку нет ткань вот в пакетике да раскрывайте так теперь пока не надо пока не надо теперь да вот так вот пусть будет и теперь а вот это уже остальную землю вот сюда будем класть а это самое теперь быстро вешать давайте раскрываете вот это дело только лицом к нам сюда правильно чтобы было да где листом чтобы там надпись и правильно читались так не надо просто кто серёж вы самый высокий как как можно выше вот туда вы в ту туда идите так просто вот как можно достать серёж вот как вы достанете вот серёж вот давайте но это плюньте это на эту веревку не обращайте мне есть я могу дать нож не надо веревку просто оставьте него не обращать внимание на веревку серёж вы самый высокий вы можете там сверху только обмотайте несколько только сильнее натягивайте несколько раз обмотайте сначала прежде чем завязывать вот отлично вот отлично да веревку не обращайте вот так вот да 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 давай бери бери так несколько раз обмотайте чтобы да главное чтобы не лучше не сползала а сильнее сильнее натяните как можно сильнее во всю натяжку во всю пол вот так вот хорошо да вот как можно сильнее натягивать еще вот так отлично вот вот это идеально это идеально вот так и давайте наматывайте так да вот этого растяжку вниз имейте ввиду завязывайте так чтобы потом легко можно было развязать потому что мы эту штуку тут не оставим нет нет она поедет это первая часть только первая часть вторая часть в другом месте будет она же на морсе на морсе на морсе Маш подожди ты сейчас надо сначала посмотреть а что никак не завязывается шар не завязывается За сучок обмотайте просто, и всё. Вот и оставьте так, если она держится, не сползёт. И, Шур, так же вы сделали, да? Оксана, тебя перетянули. Так, теперь низ сначала... Нет, 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 ещё сначала эту растянуть. Серёж, вот нижнюю растягивайте. Может, я на передине? Давайте, вот так. Ну, она нормальная сейчас. Не надо, вот так, хорошо. Вот так, отлично, вот идеально. Идеально. Теперь вот эту низ, давайте, натягивайте. Только ровно, чтобы... Нет, дело в том, что Оксане нужно чуть пониже опустить. Чтобы ровно было, пониже. Чуть ниже, можно ниже опустить? Можешь я чуть... Ну, это идеально. Ну, хорошо, вот так можно, это нормально. Допустимо, вполне. Давайте, просто обмотайте. Да, ещё раз. Потому что... Ой, что это? Что-то лопнуло. Что это лопнуло? Это какой-нибудь... Это вот это приезжает шок. Нет, это сучок какой-то, нет? Да. Нет, ты сейчас перетянул. Я перетянул. Что-то перестаралась. Нет, у Серёжи надо... Вот так, вот идеально. Вот так, всё, больше не надо. Вот и так. Это неважно. Если она будет надуваться ветром, это ничего страшного. Это хорошо. Да, так вполне. Можно на бантик, Серёжи, вот так, да. Во, отлично. Чуть пониже, да? Ну, так же, отлично. А, ну вот здесь так. А как вот так сделать теперь, чтобы так держала? Это можно сделать петельку. Нет, вот так нормально. Серёж, посмотрите. Идеально, я считаю. Так, теперь, значит, монтаж... Это самое, Сабина, дай колонку. Они там в сумке. Маш, возьми колонку в сумке у Сабины. Вон, оранжевый, в оранжевый. И возьмите тут скотч, тут скотч. Тут есть, может быть, надо повесить его на крючок. Кого? Понимаешь, там не к чему при... Это самое. Так. Смотри, смотри, пойди сюда. Тут очень сложно разобраться. Тут нету никаких дырочек, ничего. Давай, иди сюда, Маш. Смотри, включается нажатием вот этой кнопки. Вот, видишь, вот этой вот. То есть, вот так вот вниз. И нужно вот этой штукой к этой и только вот тут снизу, чтобы ни в коем случае эту кнопку не... Понимаешь, да? Вот сюда куда-нибудь. Вот прекрасное место, смотри. Смотри, как раз плоское абсолютно. Посмотри. Нет, у Шуры, у Шуры. У меня сколько. У Шуры. Вот смотри, вот плоское место. Вот к этой. Да. Можно пониже чуть-чуть. Вот. Только главное, не нажми еще рано. Нет, нет. Вот, понимаешь, вот ниже вот этой буквы Э. Давайте. Там скотч идет, нет? Скотч идет. Да. Там целая система. Это ты писал насчет деревьев на бульварах, которые перетянутся. Да, 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 да. Но тут маленькие. Так а что такое? Скотч не работает? Дать, дать, дать это самое, ниже, 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 на эту, на кнопку случайно. Вот так, да, да, вот. Так, давай я подержу, чтобы она не упала. А ты там, давай. Вот. Так. Так. Главное, буква Э. Ой, ну мы поняли. Ага, вот. Все. Ну, еще, еще, нет, еще. Она не удержит. Ага, так. Во. Ну, отлично. Так, удержит, удержит. Все. Так, скотч можно так оставить, правильно? Так, теперь включаем и продолжаем рыть. Сейчас я включу. Ой. Ой, смотри. С чего себе? Сверху. Психо. Ха-ха-ха. Психо. Да, это психо. Так, теперь роем дальше. Айзик Азимов. В прошлый раз тут весел фармер, помните? Теперь Айзик Азимов на уровне, как бы, речи, голоса. Это тоже американский фантаст. Потому что точно по рисунку, по схеме. А сколько поглубинируем? Тоже 50, наверное, я думаю. Кубик такой. Да, кубик. Будет четверть кубометра. Айзик Азимов. Айзик Азимов. Ходил по квартире и записывал. Ну, по очереди теперь. Это не подражение Некраса. Нет. Наоборот. Это же не техническое повторение, а повторение прямой речи. Да, вот неужели ее выкопал уже кто-то? Ну, вряд ли. А что там, что-то должно быть? Конечно, а как же. Мы же раскапываем медвежонка. Это же называется подземная пятилетка-2. Тут пять лет лежал медвежонок. Металлический. Внутри разные всякие штучки. Ну, какие? Кому-то достанется все это. А уверен, что эта ветка, она на том или месте была? Там SD-карты? Там SD-карты, и флешка. Вот, дело в том, что вот тут точно это... Это что? Нет, это корень. А нет, дальше, значит, дальше. Аккуратненько, да? А то мы можем лопатой... Нет, нет, там ящик пластмасса, пластиковый ящик. Айзик. Айзик. Это как про эту проворону. Ехал я через мост, на мосту ворона сохнет. Я схватил ее под мост, положил ее под мост, и пусть ворона махнет. Да. То выкапывает, то закапывает медвежонка. Ну, пять лет тут и не выкапывали. Пять лет. Держались. Да. А второе под название, значит, первое, сначала идет строчка подземная пятилетка-2, запятая, 80-е годы-1, вот так вот. Потому что вот эта фотография 87-го года. Мьюзик. В кролиководстве. Так, Маш, ты пока возьми у меня фломастер в портфеле. Красный возьми. Красный. Так, и с той стороны пусть тебя, например, Шура поддержит натяжку, да? Смотри, что нужно. Вот эту штуку, да? Вот так по контуру, вот смотри, раз, два, вот эти все линии, вот так вот, пусть, понимаешь, да? Там видно? Угу. Подожди, я должен снять, это важно. Нужно два человека. Попросите кого-нибудь второго. Нормально, можно второй человек натягивать? Можешь белого врать больше, чтобы белого, белого. Бери больше белого. А тут видно. Хорошо, пусть будет нормально. С этой стороны, да? Хорошо. Вот, отлично. Нашли, да? Да. Да вы что? Ну-ка, подожди, дайте снять, подождите. Маш, дай посмотрим. Да, что у нас тут отвлекли от самого интересного. Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Это же важно, пять лет пролежало, подождите. Мы перед нами. Подождите. Неужели нашли, а? А ты думала, она куда могла днется? А точно, вот она, надо же. Пять лет, это много, все зимы, тут все было за снегом запорошено, засыпано. А что пять лет назад, значит, четырнадцатый год? Азимов. Чем он был? Да, четырнадцатый год. Ну как, это важно, Крым нашим. Четырнадцатый, да? Пять лет назад. Ну, немножко сбоку, он не был. Оказывается, что все было вчера. Ну, а, зачем пока? Ну, ничего, да, можно немножко расширить яму. Азимы. Хотя, да, наверное, можно, что можно будет. Азимы и медвежатки. Азим. Ой, там вот это. Азик и ты Исаак. Псаж, мы достали, а там не медведик, а жираф. Да, вылезли меня. Генеально. Ну, вот эти грибников все. Вы же тоже хотели бросить яму, Исаак. Ай, так. Мне кажется, надо вот в сторону Сережи еще сантиметров пять хотя бы сверху подрезать. Да, надо на углу лежать. Да, Сереж, подрежьте вот так. Да, 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 вот так. Вот так можно, да. А, слушай, тогда надо этот тоже расширить. Да, а вы расширьте, да. Сместилось под действием. Вот. Так, ты пока дальше продолжай. А я буду тут вот... Я так прыгать не успеваю вообще-то. Осторожнее, ты что, ты сломаешь сейчас. Так, Шур, держите в натяжку. Угу. Айзик Азима. Ага, тут уступчик, да, отлично. А тут внизу надо или это она так сходит? Нет, не надо. Отлично. Отлично. О, все прекрасно. Теперь закрой маркеры, дай мне его. Благодарю. Видишь, и тут видно нормально. Да. Собственно, это линия, это вот проведение этой линии, и это основная акция. А все отвлеклись. Да, да, но я снял ее подробно. А почему? Потому что вторая будет зеленая линия, но не здесь. Ну, интернет-музик. А какая красная, дай? Это красная. Азима. Кстати, есть перчатки. Да, перчатки же, вот они. Вот красная, красная линия. Красный контур, точнее. Какие-то роботические. А что это было-то там? Это моноподы, это телевизоры такие. Магнитофоны нет. Мы же с тобой там смотрели страшную вещь. Это было в мясной промышленности. Наверное, у меня вытеснулось, чтобы... Это на какой-то выставке? В каком-то 80-м каком-то году? Мясо какое-нибудь перер... Хуже, кости. Как переработка... Фильм назывался «Переработка костей». Причем сначала там, во-первых, там фреска, такие райские коровы на лугу пасутся. Огромная фреска, да? И фильм начиналась, барбизонская сцена, тоже вдали, в поле, такие коровки. И потом начинается страшное. С этими коровками. Эти коровки, их кости перерабатывают в порошок. Назывался фильм «Переработка костей». Это я не знаю, что они... Что из него делать, я там не помню. Но это было настолько дико, вот этот контраст, контраст был с этой самой... Ну а как, переход как бы вот в дисперсионную состояние? Да, да, это тоже. Может, у меня после этого... Азима. Азима. Смотри, там червь огромный, шевелит. Червь... Спасти червя. Я думаю, стрекозы похожи. А что она так не похожа? Айзик Азимов. Давайте ее закопаем. А потом как ее? Мы ее потом приплю с ним. Может, это те, кто едят сотны? Может, это вообще плохая? Может, это Гитлер? Его надо убить, пока он не ладенит. Так, вынимай идею сверток, который... Аня, это у Даши. Айзик. Азима. Ой, 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 ой. Давайте дубль два. Давайте. Обратно? Сейчас, нет, нет, нет. Да, все снова закапываем, раскапываем. Нет, 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 не надо. Зачем глупость? Сейчас я только фотографию сделаю. Сейчас, да, вот и отлично. Так, это отставляем в сторону. Это в конце будет, в конце. Теперь, значит, Даш, у тебя в сумке неси. Рассада? Типа, да, рассада вечности. Где дерево? Можете пописать туда. Нет, ну зачем? Айзик. Азима. Два. А нельзя чуть поглубже ее? Потому что это уже навсегда. Мы сейчас будем закапывать. А, значит, поглубже выкопать яму? Нет, вы не узнаете, что. Узнаете потом. А если мы поберемся, его кпп... Это целая история. Вот, посмотрите, какого размера. Да нет, это просто какие-то эти... Опять двое. Девушка. Это девушка. Какого-то российского и рельского приходила. Слушай, посмотри, чтобы тут у нас наши эти самые... Это они собирают? Реально. А, где Шура писала, там, ну, что где, сделали грибов хорошие. Ага. Значит, ты был бы... Мы в этот раз... Опять... Да, мы потерялись в лесу. Кстати, сейчас эта бич... Все люди теряются в лесу. И они... И тут им позвонила Любка из Америки. Спросила, что бы делать. Аксан, держи. Говорят, ну, гуляй. А то я не могу снимать. Азима. Азима. Их телефон связал с друг с машиной. Показал им так все. А если бы Любка не позвонил, не связался? Нет, ну, просто все смешно, как все эти пространства. Виртуально. Они же близко. При этом, чтобы они потерялись физически. Если у тебя хороший достаток, у тебя ребенок в Америке, машина, которая может, ты выйдешь. Спасибо. Если бы не знали, что у них связи с машиной с телефоном, такая самая опустимая машина. Лена, можете вот так вот подержать? Только не закрывать вот эти дырочки. Вот так, да, да, да. И можете вот их его снимать. Я просто хотел. Я это уже поздно. Манер, я тебе сейчас в карман положила. Спасибо. Нет, у меня нет кармана. Как-то они цикли-цикли, а потом вдруг... Телефон забыл вопрос. Хотите найти свою машину? Да. Все, вы уже погуляли? Навигация не работает. Телефон? Айзик. Азима. А навигация к чему? Навигация там, что по улице. Вы не знали, где это стоит? Да, это какая-то дикая... Как-то не дикое леса. Лес. Ну, а навигация по космосу? Да. Она же по космосу. Мой, ну Сережа роет, да, роет. Может, его уже надо остановить? Да, мне кажется, Андрей. Ну-ка, какая глубина? Айзик. Азик. Азик нет для нас в такая остальность. Ну, как это? Не будем раскапывать. И я могу лиц. Там что, Костя второго перемолвает? Нет. Счастье нет. Азик. Азик. Перетертая морковь? Азик. 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 А вы слышали, что Стакгаузен сказал, что 11 сентября – это величайшее произведение искусства. Да, конечно, конечно. Вот тоже, да? Айзик. Азик. Нет, ну вообще, в принципе… Художник. Вот тут что-то. Нет, ну это на самом деле есть адские произведения. «Поворот рек» – пять. Что, не произведения? А Сальвадор Дали назвал Гитлера самым великим сюрреалистом. Ну, в общем, так и есть. И Сталин, кстати, тоже. Да. Потому что они как художники, они как бы такие придумывали гиперпроекты, и людьми как кисточками и гвоздями сделали. Это же идея какая-то адская для воплощения, как МССОЛИ, и наконец-то. Ну, это Гройс уже писал об этом. А? Гройс уже писал об этом. Самое, был реальный эпизод, причем при этом присутствовала Юстушенко и целая делегация жительских писателей. Айзик. Азимов. Али хотел их как-то эпатировать. Не, ну, реально, а кто-то первый, что, не художник, что ли, целый, взять и город? Что же, Глот, не это самое, Глот. Так. Сушенка. Так, кладите. Сейчас, кладите, я сфот сказал. Мне кажется, он был... Айзик. Азимов. Что там? Как-то мы все это быстро слишком делаем, все как-то в терапиях. Нет, ну почему, ну хорошо. Давайте теперь руками, чтобы нужно созерцать кусочку. Надо немножко... Да, поставить. Передохнем. Давайте передохнем. Может, не торопимся? У нас есть колбакайзер. Пусть еще посмотрит на небо в последний раз. Да, пусть посмотрит. Как это? Дюймовочка. Да. Прощай. Но главное, это еще нет, это только подготовка. Главное будет важная вещь. И будет лотерея? Типа, да. А вы уже присутствовали на лотерее? Нет. А откуда вы узнали? Вы сказали, что кому-то достанется. Да. Но две вещи достанется, две вещи. Но разыгрывать будут, значит, кто внутри... Значит, Лена, Оксана, Шура и Сережа, четверо. Мы остальные не разыгрываем. Не участвуем, потому что мы изнутри ситуации. Да, Маша? Или ты хочешь участвовать? Мне кажется, это правильно, понимаешь? Да. Чтобы было больше возможностей у... Так, а что, Сережа, ты куда ушел? Снимай, 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 снимай. Я могу закапывать. Сейчас, пусть он решит. Так, ну что, Сережа, вы разрешаете закапывать? Минуту. Ну, минуту давайте. Давай, засекай время. Засекай время. Молчань. Минуту научения. Еще пару айзимовых и за у себя как было. А мы бы даже уже отдыхали. Мне нравится, что они, видишь, как вода и земля тут получились. Да, хорошая. Вторую могу кому. Так, а можно или ты хочешь, чтобы мерить? Да, 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 вот именно так вот. Каждый должен бросить куры с земли. Да, да, да. Нет, это я не люблю такие. Где стрекоза-то? Такие ритуалы не любят. Стрекоза пошла леса. Да, у меня страх смерти. А, язык. Все, значит, я перестал жать ребенка. Пока кто-то не был. Дети, они же вообще с этим очень легко там шутят. Я в детстве, мы в деревне, пошли на кладбище с мальчишками. И там могила была. Еще и отвалы земли, а гробы не было, пустая. А в отвалах несколько черепов мы нашли. Мы взяли палки, надели на палки черепа и бегали с криками за страшным вокруг этой пустой могилы. Это странно. Почему-то нам так нравилось. Такие довольно длинные палки. Прикольные черепа. Да, да, да. А, откуда взялись там? Они прям лежали. Потому что раскопали могилу, и там были прежние захоронения. Это старые. У мексиканцев это осталось, у них есть этот день смерти. Да, да, да. Это точно правильно. А вот шотландцы же сидят с мертвяком вечеринка прямо, да? Мне кажется, это хорошо. Но что-то в этом есть. Они усажают прямо на сколы? Да, и вечеринку наряжают. Да, да, да. Мне кажется, нужно теперь немножко топтать. Кто может тут топтать? Маш, у тебя самые мощные, самые высокие... Вот она. Вот она. Идет? Пошла? Пошла. Пусть она вырежет. Если ей надо будет, она вырежет. Вырежет. Она вырежет. Не любишь фантастику? А ничего не нашли, да? Нет. Нашли? Почему? Спасенс вообще не видно. Нет, вот нашли. Рядом коробка же, видишь? Видишь коробку? А, нет. Там, под землей. Мне кажется, надо потоптать, а? Маш, потопчу, у тебя самые мощные ботинки. Я не хочу, мне жалко. А сейчас туда внутрь все напихать. Вот, 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 вот. Вот нужно потоптать, да. Отлично. Сот рублей я купил. Ты вообще какой-то сегодня очень модный. 600 рублей купил в Ашане. Ботинки? Да. Отлично. Да, там очень, кстати, хорошие. Может быть, можно... Пойдем подбираем в стиральной машине. Можно так, конечно. А зима. Можно взять и вот так мне тоже. Сейчас еще парочку, чтобы полегче было. На самом деле, тут противоречивые. То есть, имеется в виду, что энергия электрическая должна проходить без этих проводов. Да, да, да. А нарисованы провода. Да, да. Ну, чтобы все узнали, поскольку их волны нарисовать очень сложно. Да. Поэтому приходят опять же, там ведь те же самые. А зима. Беспособление. Попрызи там. Давайте еще попрыгать, да. Вот, отлично, отлично. Ванте. Это лопата важная? Да. А что, уж сломалась? Нет, хорошая. Нельзя ли ее выпотом? Что? Закопать? При кармане. Давайте сыпем кровь. Давай. Да, 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 точно. Ой, нет. О, отлично. Сережа, прыгай. Ну, сильно не прыгайте, а то это... Надо сначала положить дерн, а потом на него уже попрыгать, мне кажется. А вы ничего там не забыли? Нет. Все там, все абсолютно. Теперь лучше дерн, а потом уже... Можно вот возьмите перчатки. Сереж, вот перчатки. Winter Music. Это пьеса Кейджа Winter Music. Зимняя музыка. 58-го года. Да, тут можно сколько мне читать о зне. Да, еще такой замороженный такой текст. Да, да. Анестезия. Да, да. Вот, отлично. Практически. Вот, отлично. Как будто бы ничего и не было. Да, вот это важно, такой эффект. Ай, зима. Не надо так плотно. Слишком манчук будет немножко. Ну, потом мы попляшим. А, мы зимой, вот да, листвой там. Ну, с четвергана, где начнутся, с завтрашнего дня, так что ничего страшного. Что не начнут, дожди? Нет. Ну, нет. Да, начнутся дожди, и все это сам уплывет. Вырывается. Отшлифруется. Корабль, посмотрите. Айзек Азимов. А, вот он делал. Вот это оно поползло. Это просто земляной пазл. Да, хочешь еще набрызгайся, что-то. Да. А, сколько-то страшно. Уже было нет. А это и от комаров тоже, да, Маша? Ну, хватит, хватит. Дальше я уже там нет. Это лергия на комаров. Лергия на комаров? Да. Такой же войной, да? Айзек Азимов. Я уже все чешу. Это было у вас не только ноль? Нет. Главное, руки. Не, 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 не. Так наоборот, голые руки-то мне давай. Да. Думаешь, они тебя так будут прям прокутывать? Айзек Азек Ая, можно по рукам? Айзек Ая, нельзя по рукам. Айзек Ая, подержи. Ой, еще вот так вот. Держите, вот так. Ага, вот так вот. Ты что делаешь? Сейчас. Ой, а вы ничего здесь не видите? Нет. Я думала... А, нет, ну, открыв сейчас все, вот это нужно. Да? И последний Зелёный Зелёный Айзик Азима Да, вот видите, прекрасно так теперь значит главное поесть не поесть после вот этого так значит вот те четыре человека которые до которые участники подержи ты значит а нет вы будете вот тут вот эти дырочки так значит тут 8 штук из 8 штук тут написано цифры бишь зимов от единицы до 61 значит значит тут вот такая вот это вот взята видите только она не обведена весь вот это мы не под мы не пользуемся значит каждый по очереди выбирает какую-то вот цифры я к себе например они уже видят все же вот не знаю ничего выбирайте любую цифру смотреть смотрите выбирайте любой так лена с так палочки барабан так значит теперь а зимов я беру и дзем и кидаю на смартфоне есть так маша давай сюда это очень важно вот что вот было вот так я начинаю кидать смотрите первое первое вот первая сплошная девятка вторая девятка третья шестерка шестерка девятка так 61 у кого вот это да такого еще мне кажется не было такого точного а а как нам мы будем читать это лет и сейчас зачем читать это нет как называется фирма гитограмма это внутренняя правда называется внутренняя правда 61 вот она внутри там имейте ввиду что могло не выпадать точно да да у кого ближе цифры когда понимаете к тому что выпадает ну такова а вот ну полное совпадение вот 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 такой объект вот он сделан вот этот а зимов роботы зари он обработан видите вот этими золотыми линиями да вот тут такая вот наклеен наклеена видите все таки с а это не сергей покажи советскими армия да с а это самая странная организация а вы вот так да чтобы вот вот такой фотографий там видно да и то и другое да так так значит закручу с двух сторон покажи а это с какой-то выставки а с другой стороны покажи вот он этот а да да почему здесь это нормально нормально так это ваше сюда кладите как оксана там хорошо вписывается смотри прям как влетаем вот куда-нибудь в сумку так теперь значит я предлагаю теперь разыграть между парой Оксана и Сережа как одна единица и Шура как вторая единица разыграть медвежонка с внутренностью только как мы будем давайте не поэдзину разыгрывать предложите вариант пусть они играют в этот вот так я тебе скажу нет там одна вещь или там две вещи там медвежонка одна вещь внутри он открывается внутри там все навалено а вы хотите разделить там же много чего рис там может быть внутренность да а там внутренность не одна а вы не знаете сколько а там три внутренности по-моему давайте его сначала развернем вскройте ему живот вскройте ему живот ты хочешь? не я перчатки а я хотела подожди перчатками вскрывать а чтобы ну практически надо нам чуть прорезать да наверное да сейчас а держи мою карточку а это уже можно убрать я думаю что это надо как фанти типа кто-то показывает а кто-то не глядя говорит кому это кому это а вы знаете там три да всего штучки нет там одна один медвежонка нет а внутри сколько ну вот так это как раз им троим всем и получается знаешь что почему это кажется хулигольными же собрать или будет драка да а а рис надо здесь высыпать чтобы он пророс ой а черный рис там был как черный черный ой наверное это какой-то необработанный риск это был черный риск какой-то длинный ой а там какая-то гадость ой завелось что-то пошло а ну понимаете это плесень понимаете в чем дело тут тонкое дело тут еще внутри коробка видите видите это не так просто это рис чтобы влага это самое ну вот она влага и там заполись нету сейчас мы вдохнем вдохнем сразу почему он такой раскаленный как это смотрите она как будто бы за пять лет совершенно нет так вот вынимаете внутрь да честно нет там все такие черные отдельные риски может быть это все-таки отличие вынимаете просто ее да она в идеальном состоянии как будто вас так удивляет давайте вскрывайте да а это можно закрыть видишь пластик великое яич не то что вот эти ваши экоупаковки асфальт или что там ой там три матрешки матрешки смотри матрешками ой тут кстати тоже немножко а или это стоит нет в идеальном состоянии вообще нету никакой а мне кажется плесень только от рис мне кажется она крутится шур она скручивается добыча 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 ой давайте давайте ой ой тяжелый какой так что-то внутри говорят так еще ой пять лет он просидел пять лет постарел вы знаете потрогай какой холодный а почему он такой ледяной а почему ледяной ну не ледяной мать сыра земля так открывайте ооо ой там еще что-то какие-то упаковочки думаешь что-нибудь добавилось да ну-ка что там это батареи а это магнит раз нет это это все флешки два даже их только две по-моему значит две только ну значит кому-то медведь кому-то флешки давайте хотите разыгрывайте между собой надо просто чтобы ты кто-то достает а кто-то говорит не видя кому что он говорит кому это кому это а другой говорит кому не глядя это просто нейтральный человек делает вот Лена например пусть Лена сзади нет подожди ты должна кто-то давай я буду я буду доставать и медведь тоже разыгрывается как третья вещь а ты спрашиваешь а кто-то отвечает а кто отвечает так только только три человека а мы втроём только три человека вот держите вот так вот оксана шура серёжа нет почему все оксана и серёжа это одна единица так что все так да нет нет а можно а можно и троим одна единица вы двое вы одна единица а Лену тоже а Лену же же получила лена это уже лена ты слышишь а ты не исключить конечно потому что Лена уже получила да это было так как мы три вещи разыграли хорошо тогда флешка флешка и медведь там две флешки да спасибо две флешки и медведь ладно значит как вы распределяете тогда ты спрашиваешь я спрашиваю вы Лену исключили и считаете книжкой и всё не ну можно конечно Лену исключить Лену исключить включить а что кто я спрашиваю ты отвечаешь как не заинтересованная слышь Даш 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 ты будешь говорить ты решаешь судьбу Маша будет спрашивать кому этот фант или это нет Лена нет Айзек Азимов как нет ещё Шура у нас нет вопрос так что вы с Оксаной и одна единица или две отдельные это зависит всё Шура нет подождите мы одна единица так они одна единица да да вы считали что одна да Серёжа и Оксана вы же вдвоём а то вдруг я ещё и не получу вторая единица это Шура а у нас тогда флешки идут как один нет у нас три штуки у нас три штуки да тогда можно было бы через тракт в общем решайте или может быть Лену тоже включим давай Лену тоже включим нет у Лены главный объект акция собственно это акция вручения ну хорошо тогда я предлагаю всё таки что три фанты и настрой Оксаны я и Шура хорошо хорошо укусили у нас тут укусили слили в одном это как оксане так давай оксане я передам нет подожди я не буду давать чтобы было непонятно что остаётся он elshur ну он у тебя есть он У нее информация получилась, а у тебя просто красавица просто обложка. Зато они положат эту штучку в этот мир ведет. Они получают все. Как есть, так и есть. Айзик Азима. Ну что, теперь бутерброды? Да, теперь можно... Выключим это, да? Нет, почему? Пусть работает, да? Так, тогда давайте выключим. Надо вот тут прибрать. Маш, ты тогда забирай, да? Да, давай, давайте. Давай положим сразу. А что мы будем делать с этим контейнером? Да, внутрь положите, у вас будет... А что, у вас флешка внутрь, да? А у тебя нету какой-нибудь. То есть смысл, знаете, еще в чем? Работает ли эта флешка в рабочем ли она состоянии после пяти лет под землей, когда снег был, там, холод, понимаете? Я высыплю это. Да, ну, Риш, то можно... Эти флешки же не ваши. Как не ваши? Наши. Тут разные материалы на флешках. Тут данные. Только ваши. Обе ваши. Да. Нет, просто какой-то момент... Помните... Нет, знаете, почему две флешки? Потому что я думал, что хоть одна выдержит вот пять летний срок под землей, понимаете? А может быть и обе. А может быть и обе, да. На них одно и то же? А что там? Нет, по-моему, разные. А может быть и почти одно и то же, но, скорее всего, одно и то же. Это можно будет потом сравнить. Что? Ну-ка, покажи. Мешочек. Ой, а что это за мешочек? Наверное, там что-то может еще лежит. Какой-то тухляк. Ой, а там я не помню про этот мешочек совсем. Что это такое? Может это тоже айгроскопическая какая-то прокладка? Нет, это круглое что-то. Ляпочка. Там что-то внутри. Такую меньку. Красивая. Покажи, покажи. Фотографируйте. Фотографируйте. Боже мой, а что там? Я абсолютно не... Это кто-то засунул. Я думаю, это Маша. Это Маша засунула. Тайна. Тайна. А это не было, что кто-то сказал, что без всяких... Нет, это другая. Это другая вещь. Это не та. Это уже как бы не входит? Нет, это не входит. Что там оказалось? Что это такое непонятное? Неортодоксальное. Да, что-то неортодоксальное, как Лена правильно сказала. Боковое. Да, боковое. Что-то боковое. Это Герман? Нет, нет, нет. Герман не присутствовал. Герман не вмешался. Это надо посмотреть, но это точно я... А? Мне кажется, кто-то подкинул. Чатки, скальпы, зажим, тампон. Подожди, нужен нож. Очистите. И что это такое, а? Что это такое? Очистить. Ну, не я. Я бы признался. Да, Герман это подсунул. Вы забыли просто. Нет, я не мог забыть. Это сто процентов. Гниль. Гниль Германа. Кто-то бросил туда что-то. Что это такое? А там внутри есть что-то? Пашилёчек, да. Смотрите, какой там. Пашилёчек, да. Страшно даже как-то. Там проклятие Германа. А-а-а. Что это? Конечно, Мань, ты сейчас вспомнишь. Нет, 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 не было. Диск маленький. А-а-а. Нет, этого не было, сто процентов. Это сто процентов не было. Что это такой маленький диск? Вырос. Таки бывают диски. Фиолетовый. Фиолетовый вырос. Сто процентов этого не было. Просто... Мне кажется, нет, это было. Не было. Нет под надписью. Не было. И ты что-то говорил такое, ну вот мы посмотрим, что сохранится. Нет, нет, нет. Этой точно не было. Это сто процентов. Это же не Андрей зашил. Нет, этой не было. Этой не было. Не было. И Маши не было. И Маши тут не было. Все кто шьёт, это Маша. А почему Маши, кстати, никогда не берут? Она не хочет... Так, кто возьмёт тайное? Лени. 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 Не хочешь вируса? Нет. Кто... Маши пусть возьмёт. Я не хочу. Нет, Андрей, ты должен посмотреть, что там такое. Да, я думаю, что это мы должны взять и посмотреть. Это же неважно. Это же неважно. У нас нет такого аппарата. А у кого такой дизайн? А у кого такой дизайн? Он такой маленький. Да, бывают такие маленькие дизайн? Ну, им обыкновенный дизайн. Нет, а кто был со мной? Кто был со мной? И как... Я вам точно подсумываю. Вы теперь поднимательно посмотрите, кто это подкинул. А как это возможно? Ну, как же? Вы же всё документируете. Должна быть лена как подсумывается. Нет. А она вообще рабочая, нет? Может быть, это лена не важно? Не важно, она чистая вполне. Серёж, возьмите её и кому-нибудь отдайте в гараж. Там есть, в принципе, дисковод дома. Такой, да? Вот, если у вас есть, берите. Всё, берите. И скажете, что там. И работает ли он, правильно? А Лена Благин была? Наверное, это автобенессинг? Нет, нет. Слушай, ну она вся... Не бери, не бери, не бери. А Лене, мне кажется, ты должен взять. Пакет лучше не брать. Мне кто-то послание пять лет тому назад отправил. Я готова поспорить, что это Герман. Да нет, Герман тогда вообще не было. Он закопал. Посмотрим, посмотрим. А, да, точно, 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 да. Это он выкопал, может быть, и специально ещё подбросил. Так, давайте её так вот. Да, как она переливается, Сеня. У нас тут сплошные машины. Серёж, возьмите, и вы будете тайно держать и открывать. Никому не говори, что там. Но я не знаю, это не я точно, сто процентов. Я сто процентов. Может, вам надо и проверить? Я, это не я, нет. А у меня нет такого этого. Да, это обычный день.